как дела друзья наша тревожная мелодия не смолкает потому что суна харка застукал нас целованием в щечку вместе с моей тен такое бывает и мы начали дальше свои дела там это типа ты чё имеем право взрослые такие дела да пойдем куда вы пошли мы ко мне домой конечно она и сегодня у меня на ночь останется до суна харка обделался сегодня тоже она все это время у меня оставалось мы это в самом деле так хороша мэй да а казаки ну ты сволочь а чего ты так злишься на меня разве для тебя не лучше пока сосредоточиться на ваших с и на ее сан отношениях к тому же ты ведь сейчас сам со свидания возвращаешься если у тебя есть какие-то возражения то мог бы поведать нам о них еще вчера не так ли раз ты это понимаешь то свали суна харка ты мешаешь нам когда мы вернемся мэй тян я дам тебе бананные принадлежь банальные банные принадлежности помойте как следует я специально стал его провоцировать его лицо погабагровело он уже был готов кинуться на меня вот так злись рассверепей суна харка я хотел чтобы он кинулся на меня схватив заворотник я даже не возражал если он отправит меня ударом в нокдаун я просто хотел чтобы он своими силами вернулся бы мэй тян сделай он так чёрт прокляти из его рта посыпалась ругань сейчас он уже был готов наброситься на меня он не сделал ни шагу в мою сторону все что он делал это ругался голосом полном злобы и сожаления и все давай пойдем мэй тян хорошо используя последний шанс мы двинулись вперед давай сегодня ночью порезвимся как следует да она почти висела на мне но суна хара просто остался там стоять черт тебя дери только его голос отзывался эхом в ночном городе и ты это стерпишь значит ты такой человек мои мысли редко прерывались постукиваем донесящиеся из кухни приятный запах донесся из-за открывшейся двери я приготовила ужином ужина синьора начальника на подносе лежал бутерброд и тушеное мясо она как-то неуверенно его держала может ей было тяжело ничего не подгорело так что ешь пока горячее только у суна харки подгорело мэй тян держалась до самого конца чтобы я не волновался она ни разу не понурила голову но только мельком взглянув на ее лицо можно было понять что внутри нее была лишь печаль вот салфетки и вилка мэй тян все умело разложила на подносе сна хара не придет да ее плечи дернулись наверное нет ее руки остановились голос затих она отвернулась от меня скрывая свои чувства было заметно что она дрожала я забыла принести воды я мигом принесу она поспешно вышла из комнаты словно хотела сбежать я заметил как на ее глазах начали наворачиваться слезы думаю мне нужно кое-что сделать понадавать суна харки тем временем среда да да я проснулся от чего-то голоса доносящегося издалека я знаю это голос мэй тян она говорила почти шептом словно боясь что и услышит еще совсем немножко ладно знакомая фраза хотя здесь она звучит очень искренне да простите через некоторое время до меня дошло что она говорила по телефону я подумаю над этим с кем она говорит знаю я скоро вернусь с родителями может быть ах мне нужно вешать трубку а то сейчас за телефон набежит мне нужно вешать трубку скажи папе что мне жаль да я скоро приеду обратно нет это точно ее родители я тайком заглянул в кухню похоже она только-только закончил разговор она вздохнула еще не убрав руки с телефонной трубки похоже скоро ей нужно будет вернуться домой во время перерыва на обед я шел по коридору сунохара еще не появился хотя обычно он приходил в школу как раз в это время в любом случае не хочу сейчас лицезреть его физиономию уверен он думает то же самое по отношению ко мне небось затарился хлебом и жует его где-нибудь в уютном местечке а это ты а казаки неожиданно меня кто-то окликнул там стоял три человека кажется среди них был один кого я встречал участь в десятом классе а давно не виделись если не считая слегка потрепанной школьной формы он не изменился с тех пор хулиганом его нельзя было назвать он учился ровно столько сколько нужно чтобы учителей не было к нему никаких претензий короче узнал как себя вести я также вспомнил что при встрече перекидывался пары слов и с другими двумя значит ты сегодня без сунохары бывает хочешь с нами перекусить почему бы и нет думаю нет ничего плохого в том чтобы изредка менять компанию вот так 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 значит вы скоррешили с этим хара парнем епт это же невозможно чувак слух познакомься нас с этой телочкой из которой ты на днях тусовался сухо сухо вот не думаю что из этого выйдет что-то хорошее мне быстро стало некомфортно в компании хотя и время от времени выдавливал из себя фальшивую улыбку меня оскорблял их разговор я быстро придумал отговорку что мне мол хотелось вздревнуть немного и сбежал от них сидя на скамейке во дворе я устаивался в никуда все это начало меня сильно доставать даже эти хотят просто подурачиться черт я еще тусуюсь этими придурками ради сунохары но не только ради него еще ради мэйтиан на чем же мне сосредоточиться с чего мне начать о давайте предоставьте мне выбор хоть какой-то выбор я поиграю в эту игру и прежде всего почему вообще все так обернулось он сейчас так зациклен на сына ее сан что скоро вообще перестанет школу ходить нету этой проблемы корни поглубже будут я стал размышлять он поступив в школу по рекомендательному письму потому что был хорошим спорте и спортивный кружок в котором так хотел вступить в итоге расформировали его оценки стали падать и он начал прогуливать уроки в конце концов он на все забил в том числе отбросил идею поступление в университет бессмысленное проживание всю жизнь день за днем печально здесь мы похожи хоть я осознавал это все равно старался держать голову выше умеет же он бесить я понял что у нас с ним одни и те же проблемы значит если я сначала посмотрю на себя то может быть смогу найти подсказку вяло подбодрив себя я снова напряг голову в какой-то момент на все мне надоело все может потому что я перестал посещать кружки значит ту же логику можно применить и в случае с унахарой однако есть одно большое но я больше не могу вернуться к тому чем хотел заниматься с тех самых пор как подрался с отцом и повредил плечо у него же другой случай если он еще раз серьезно сыграет футбол может что-нибудь да изменится при этом мысли я постаралась при этой мысли я постарался убрать лица горькую улыбку он ни за что не появится больше футбольном клубе он сам себе дал клятву не показываться там да и футбольная команда его не возьмет насколько бы я об этом не думал эта мысль не давала мне покоя я думаю братик должен играть футбол мэй тян тоже пришла к такому же выводу он стал таким потому что забросил все это и уверена что он очень печален тем что больше не может играть все из-за того что у него отняли главное занятие его жизни он тоже знает что это сейчас этого просто нельзя не сказать я знаю но все равно должен мне нравится то как он изменился братик сейчас он не должен быть таким я хочу чтобы он снова стал прежним собой ясно ясно как он сегодня полагаю что да не думаю что он сегодня еще в школе я слышал как парни болтали о том что он гулялся на ее сан и он потом снова пошел прямиком домой похоже на то брату нужно снова играть футбол он сбился с пути я очень хочу чтобы он снова играл если бы только его взяли обратно знаешь мэй тян как раз в этом то вся и проблема что ты намерен с этим делать наверное попросить школьного кружка по футболу это серьезно они там все терпеться на хару не могут из-за драки с учениками другой школы ему запретили играть и все же я хочу попытаться два года уже прошло если я поговорю с ним они обязательно поймут она прямая говорит что может убедить толпу кабанов представ перед ними со своей маленькой фигуркой и детским голоском и делает она только ради своего брата я просто не могу отпустить ее одну я пойду с тобой козаки сан раз уж ты взялась за это дело я пойду с тобой до конца пошли мэй тян хорошо на этом все друзья а все что произойдет дальше как они подошли к тренеру как они уламывали что они говорили и какие доводы приводили чтобы спасти это маленькое блондинистая тело имя которому сурахара мы узнаем в следующей серии спасибо что смотрели и пока пока пока